Мирнинская команда Алмаз-Алроса одержала победу над новосибирским Сибиряком. Встреча прошла в рамках 1-8 финала Кубка России по мини-футболу. С каким же счетом завершился матч, расскажет Александр Шершуков. В этом матче зал был забит до отказа. Иначе быть не могло на поле два лидера российского мини-футбола. Сибиряк, лидер Суперлиги и Алмаз, номер один в турнире Лиги Высшей. Но в битве за Кубок регали отходят на второй план. Важен лишь счет на табло. Его открыли хозяева под занавес первой половины встречи на 19-й минуте. Удар Родионова прошил обороту соперника. Следом в ворота Сибиряка влетел еще один мяч. Отличился Степан Степанов. Эту разницу новосибирцы отыграть так и не смогли. Возможно, не хватило скорости бразильцев из основного состава, которых тренерский штаб приберег для игр в турнире Суперлиги. Это, скорее всего, недонастрой. Хотя мы много об этом говорили. Проводили примеры, показывали игры, когда здесь оступалась Дина, Тюмень. Еще ряд команд. Ну и вообще атмосфера. Я сам начинал, так скажем, свою игровую карьеру и карьеру тренера. Именно в Якутии, в республике еще близки у меня в памяти те дерби, которые состоялись между Зарей и Алмазом. Поэтому я прекрасно понимал и знал, с чем мы столкнемся. К середине второго тайма на табло горело уже 3-0. Цельюк через штангу переправил мяч в ворота. А вот гостям удалось забить лишь под занавес встречи. За пять минут до конца второго тайма отличился Руслан Кудзиев. Итог 3-1. Результатом доволен, но больше даже доволен самоотдачей ребят. Сегодня прям вообще претензий никому нет. Все выложились, бились до конца, показали отличный футбол. В ответной встрече Алмазу будет нелегко. Новосибирцы выйдут на поле полным составом, а вот мирненцы окажутся в меньшинстве. В лазарете сегодня четыре игрока и в строй войдут не все. Поможет лишь настрой и дополнительное время перед игрой. Ответный матч пройдет 26 октября в Новосибирске. По сумме двух встреч определится, кто попадет в четвертьфинал Кубка России. Шансы у Алмаза есть, дело за малым. Удачей и поддержкой трибун. Александр Шершуков, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».